Здравствуйте! В эфире «Время жить» – программа о том, как сохранить свое здоровье, укрепить иммунитет и сделать свою жизнь чуточку лучше. Сегодня вы увидите. Есть ли смысл покупать едированную соль? Зачем нужно границ в отношениях с детьми? И что делать, когда болит горло? Есть ли смысл покупать едированную соль? Что это – рекламный ход или на самом деле так называемый функциональный продукт, который способен действовать как витамины или даже лекарства? Мы собрали самые важные факты, которые нужно знать о едированной соли. Известно, что из 18 стран, в которых был принят закон о всеобщем едировании соли, в 9 в течение десятилетия проблема йода-дефицита была преодолена. Причем в число этих стран вошли не только высокоразвитые Дани, Нидерланды, Сербия, но и почти родные – Беларусь и Казахстан. Йода-дефицит в нашей стране не новость. С ним живут почти 75% населения России. Это примерно 100 миллионов человек. Из-за того, что почва у нас практически повсеместно бедный йодом. Именно нехватку этого важного элемента считают основной причиной нарушения функций щитовидной железы. Это достаточно часто приводит к сбою в работе всей эндокринной системы. На сегодняшний день самым простым, самым доступным и самым дешевым способом профилактики патологической щитовидной железы является именно йодированная соль. То есть мы все с солью едим пищу. Солим любую еду. Несоленая она невкусная. Это раз. То есть посолим и получим йод. Второе. Мы соль килограммами съесть не можем. То есть мы пищу посолим ровно столько, чтобы она была съедобной. То есть переесть вот этот йод с солью мы не можем. Ну а потом это очень дешево. Дешево и надежно. Поэтому всем людям надо пользоваться йодированной солью. Однако врачи напоминают, что йодированную соль нельзя употреблять людям стереотоксикозом. С повышением функции щитовидной железы. И еще рядом заболеваний, таких как крапивница, нефриты, фурункулез. В остальных случаях ее использование желательно. Поэтому был момент, когда в нашей стране производство йодированных продуктов пытались поставить на поток. Выпускали йодированные молоко, хлеб, масло. Однако большим спросом эти продукты не пользовались. Хотя в продаже они есть и сейчас. А вот соль прижилась. Врачи-эндокринологи считают, что использование йодированной соли на объектах общественного питания в детских садах помогли бы ликвидировать йододефицит в нашей стране. Кстати сказать, мы, конечно, такая достаточно развитая страна. Я думаю, наша страна Россия. Но вот употребление йодированной соли у нас не на высоте находится. Даже страны Африки употребляют гораздо больше йодированной соли, чем вот наша страна Россия. Просто это анализировалось в Всемирной Организации Здравоохранения. Оказалось, что в России как-то не особо привержены к этому методу профилактики йодированной солью. И иногда встречаются очень большие формы зобы. И даже думаешь, ну где же этот человек, вот вообще где он жил, на какой такой необитаемой планете, что никто ему даже не сказал из окружающих, что у тебя так увеличена щитовидная железа. Из каких-то далеких деревень иногда приезжают люди, у которых огромная железа, просто видна на глаз, торчит, деформирует форму шеи. И просто диву, даешься в наше время получать такие вот формы зобы огромные. Важности исследований, направленных на создание йодосодержащих продуктов, сомневаться не приходится. У нас и без того не самая благополучная экологическая обстановка, осложненная последствиями Чернобыльской аварии, которая стала причиной распространения среди населения различных заболеваний. В том числе и йододефицитных, таких, например, как эндемический зоб. Здесь можно разделить профилактику как бы на два момента. Первичная профилактика, то есть мы должны предупредить ту или другую патологию щитовидной железы, то есть чтобы ее и не было. Ну а вторичная профилактика, это как бы, чтобы не было каких-то серьезных осложнений или серьезного нежелательного развития этого заболевания. Вот что касается первичной профилактики, я думаю, что здесь необходимо нормальное поступление йода в организм человека, там, с пищей, с водой и так далее. Такой элемент, как йод, содержит морепродукты – рыба, креветки, крабы, морская капуста, богатые махурма, киви и косточки яблок. Самый надежный способ определить у себя дефицит йода – проверить щитовидную железу. Но есть и симптомы, которые могут поменьше мере навести на мысль о том, чтобы разобраться с собственным йодом. Быстрая утомляемость, вялость, провалы в памяти, нервозность, ощущение комка в горле – это сигналы скрытого голода по йоду, хотя, конечно, подобные проявления могут иметь и другие причины. Наиболее важные возрастные группы и группы риска, которым особенно нужно уделять этому внимание, это дети, подростки, беременные, кормящие женщины. Дети, потому что они учатся, развиваются, растут. Подростки, потому что они вступают в период полового созревания, у них весь обмен веществ должен быть нормальным, требуется определенный уровень нормальных гормонов, в том числе гормонов щитовидной железы. Поэтому этим детям, конечно, нужно хотя бы раз в этом возрастном периоде показаться врачу-эндокринологу. Смотреть размеры щитовидной железы хотя бы руками, пальпацией. Если мы сомневаемся, посылаем на УЗИ щитовидной железы. И при наличии и увеличении щитовидной железы мы назначаем препараты йода. Но при условии, если функции железы у этого подростка нормальные, то есть при необходимости мы сдаем и кровь на гормон. Эти обследования доступны и нетрудоемки. Они позволяют быстро выявить заболевания. Это важно, ведь рано начатое лечение помогает избежать многих осложнений. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как боль в горле. Сегодня мы расскажем, о чем чаще всего говорит этот симптом. Чем опасно неправильное лечение и как быстрее выздороветь. Как правило, горло болит от начавшегося процесса воспаления. Вызывают его инфекционные агенты. Это могут быть либо бактерии, либо вирусы, палочки, которые мы заносим извне в организм, или их сочетания. Способов заражения множество. Например, человек не помыл руки, или бывает что-то съел, или кто-то рядом кашлянул. Как это произошло, особого значения не имеет. Так или иначе, инфекция будет вызывать воспалительные процессы в тканях органа. Россия находится в зоне неблагоприятного климата. Резкие колебания температуры, низкая температура, повышенная влажность. Они вызывают переохлаждение организма. И на этом фоне развиваются респираторные вирусные инфекции. Это сезонный пик, ежегодно это бывает. Чем это плохо для нашей специальности? Тем, что примерно у 4% больных с респираторными вирусными заболеваниями развиваются бактериальные осложнения, лорорганы. Боль в горле может быть предвестником образования многих неприятных заболеваний, к числу которых можно отнести ангину, грипп или фаренгит. Также боль в горле может появиться из-за наличия в организме бактериальной или вирусной инфекции. В каждом конкретном случае назначается определенное лечение. Простуда легкая, она спонтанно, без лечения, может проходить в течение средней недели. И если температура высокая, то обязательно лечение. И тоже в целом вирусы живут в организме несколько часов в сутки. Поэтому тоже они в течение 3-5 суток гибнут и идет выздоровление организма. Если этого нет, и нарастание клиники, еще раз подчеркиваю, с 3-5 суток, это уже речь идет не о вирусной инфекции, это уже о присоединении бактериальной инфекции. В этом случае доктор обычно назначает антибиотики. Визит к врачу в такой ситуации откладывать нельзя. Ведь если заболевание неправильно лечить, оно может перейти в хроническую форму. И мучиться с болями в горле придется на протяжении всей жизни. Хотя и с такими проблемами медики научились справляться. Избавить человека можно, например, даже от хронического танзелита. Ну, уже это мы не будем делать, когда имеется в сезон респираторных инфекций. Нужно это проводить, санацию до развития инфекции. То есть процесс такой взаимосвязанный. И респираторная инфекция, и, скажем, состояние ребенка, организма до этих инфекций. Все это взаимосвязано. Если горло заболело, то меры принимать нужно сразу. Ведь обычная боль может перерасти в ангиду, бронхит, ларингит. Помните, если с обычной ангиной медики справляются примерно за полторы недели, то при неадекватном и несвоевременном лечении она дает серьезные осложнения на почки, сердце и суставы. Если это респираторная вирусная инфекция, если это грипп, то, как правило, там высокая температура. Поэтому там обязательно должен пациент идти к врачу и брать лист нетрудоспособности, и соблюдать домашний режим, и, соответственно, проводить лечение. Противоиспалительное лечение и противовирусное лечение. И должен соблюдать, так скажем, меры гена в семье. То есть он должен носить масочку, члены семьи тоже масочкой, и периодически нужно менять эту маску, чтобы не заразить членов семьи. Кстати, давно замечено, что постоянную боль в горле могут испытывать любители кричать, критиковать, повышать голос на окружающих. Потому для сохранения собственного здоровья стоит проследить, что и как мы говорим. В любом случае, более позитивное отношение к жизни еще никому не помешало. Многие знают, что причина проблемы комплексов взрослого человека кроется в далеком детстве. Психологи уверены, что виновны в этом негласные родительские установки или даже директивы, которые малыш буквально впитывает с раннего детства. Как же правильно воспитывать своего кроху? Какие выбрать для этого методы, чтобы малыш вырос счастливым, успешным и уверенным в себе человеком? Единых правил в воспитании не существует. В каждой нации, культуре и отдельно взятой семье есть свои традиции, которые неизменно копируются и передаются через поколения. Однако современные мамы и папы все чаще ищут прогрессивные пути решения вопроса воспитания в ребенке сильной и самостоятельной личности. Очень важно ребенку давать возможность самому делать выбор в тех вопросах, в которых он может быть компетентен. для того, чтобы не лишать его счастья, нести ответственность за тот выбор, который он сделает. Даже самый маленький ребенок может выбрать из двух каких-то альтернатив. Например, ты сегодня пойдешь, мы можем девочке спросить, в юбочке или в платьице мальчика, в шортах или в брюках, если погода соответствующая. Ты наденешь красную шапку или синюю шапку, с ней стоит альтернатива в холодную погоду ходить без шапки. Ты будешь сок или молоко, печенье или булочку. То есть мы даем ребенку на самых маленьких каких-то бытовых проблемах, даем ему возможность осуществлять выбор, не осуществляя этот выбор за него. Если малыш хочет рисовать или лепить, а вы мечтаете видеть его с ракеткой на теннисном корте, дайте ему возможность выбирать. Он будет счастлив, поддерживает его интерес. Важно чувствовать, что ребенок – личность, независимо от возраста. Это очень важно для того, чтобы ребенок мог понимать, что он делает свой выбор. Ты можешь заниматься футболом или хоккейом. Я мечтал стать великим футболистом, вот теперь твоя судьба, значит, выполнить этот долг. Я буду тебя возить на стадион шесть раз в неделю, я тебе куплю экипировку, буду за тебя болеть, вот ты и должен стать выдающимся. Или у меня не получилось стать врачом, вот твоя задача – стать великим педиатром. И вот в этом родители очень часто из лучших побуждений перебарщивают и рисуют сценарий жизни своего ребенка, иногда еще задолго до его рождения. Вот родится мальчик, будет офицер, родится девочка, будет пианистка. Возможно, у вашего ребенка совершенно иная судьба и иные способности. Родители, безусловно, мечтают о том, чтобы дети стали здравомыслящими, взрослыми людьми, умеющими отвечать за свои поступки, систему ценностей, свою жизнь. Однако только указаний со стороны мамы и папы недостаточно. Начиная с момента первых детских капризов и заканчивая сложнейшим подростковым периодом, родители должны помогать детям, учить их брать на себя ответственность за свое поведение, чувства и мнения. Ну опять мы часто делаем как границы, мы показываем ребенку, говорим, что нельзя делать. Вот важно ребенку еще и говорить, что можно делать. Обычно родители, 90% говорят, чего нельзя. Туда не лезь, это не трогает, там упадешь, здесь, значит, ты ушибешься. И мы говорим, чего нельзя, не показывая ребенку, что можно. Мы можем говорить ребенку, можно рисовать вот здесь, да, и положить ему бумагу, не знаю, там, все что угодно, на чем можно рисовать. Ставить, сказать, вот, пожалуйста, здесь рисуй. Можно вырезать и дать, где вырезать, из чего вырезать, что вырезать, и предоставить ребенку возможность для творчества. Можно бегать, пожалуйста, вот здесь бегать. Можно кричать, пожалуйста, вот детская площадка, пожалуйста, здесь кричать можно. И только изредка говорить, чего нельзя делать, да, например, нельзя кричать в коридоре детской поликлиники, потому что это мешает другим детям. И, наконец, самый главный секрет, о котором так часто говорят психологи. Будьте чуткими, любите ребенка таким, какой он есть, любите со всеми слабостями и недостатками. И тогда ни один детский комплекс не проскользнет в его взрослую жизнь, не сможет отравить чувство полноценности, его будущее счастье. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам здоровья, цветущего вида и оптимизма по жизни. Помните, счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова